На выборах президента школьного самоуправления свои кандидатуры представили 4 старшеклассника. Конечно, они готовились заранее, писали предвыборные программы, участвовали в дебатах и агитировали учеников, благодаря чему более 600 учащихся школы проявили свою активность и проголосовали за понравившегося кандидата. Я считаю, что молодежь должна в этом участвовать, потому что будет много нововнесений и так далее. Мы выбрали человека, который, по нашему мнению, мы считаем, что он сможет справиться с этой задачей. Президентом школы стала ученица 10-го класса Тамара Арутюнян. За нее проголосовало 348 человек. Не случайно она уже давно входила в Школьный совет старшеклассников и Молодежный совет Ленинского района, где представляла интересы своих сверстников. Тамара очень хороший кандидат в президенты школы. Потому что она достаточно активная девочка, любит все эти дела, всем помогает всегда, все делает правильно. Инаугурация президента школы прошла в торжественной обстановке. В актовом зале собрались ученики среднего и старшего завина. После церемонии принятия присяги и вступления в должность Тамара пообщалась с ребятами и рассказала, по каким направлениям будет вести работу. Культурно-массовая, спортивно-массовая и информационно-пропагандистская. Я считаю, что это очень ответственная должность и я также должна с ответственностью к ней отнестись. Другие кандидаты, участвующие в выборах, не остались в стороне. Они теперь во всем помогают президенту. Например, Ольга Чугина будет заниматься патриотическим направлением в школе. Ученикам важно знать историю собственной страны, важно понимать, почему их страна настолько велика. И я считаю, что ученики обязаны иметь высокий нравственный уровень. А пока президент и его помощники работают над созданием новой команды – Совета старшеклассников. В его состав они планируют включить по одному кандидату от каждого класса, начиная с восьмого. Совет старшеклассников очень важен. Иногда, представляете, они несут такие умные в голове вещи, такие умные идеи, такие грамотные проекты предлагают, что думаешь, боже мой. Наверное, у нас такого раньше не было, конечно. И мне интересно. И мне очень интересно с ними работать, очень интересно продвигать школу, очень интересно стремиться к будущему. Впереди у школьников много работы, а уже в конце сентября они планируют организовать осеннюю выставку, где будут представлены фотографии учеников школы. Ирина Бокова, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.